МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельный информационно-аналитический обзор 13. Сегодня мы решили посвятить всю нашу программу одной из самых важных тем сельскому хозяйству республики. 16 июня Мордовская земля приняла ставший уже традиционным День поля. Сельскохозяйственная ярмарка собрала свыше 100 специализированных предприятий. От небольших крестьянско-фермерских хозяйств до гигантов отрасли, производителей спецтехники и инновационных лабораторий. Какие перспективы День поля открывает для республиканских аграриев? Какие решения были приняты на ярмарке и как это повлияет на международные отношения республики в частности и России в целом? Разберемся вместе с вами в нашем специальном выпуске. 50 гектаров земли, 22 района республики и свыше 100 предприятий со всех уголков России. Несмотря на плохую погоду, в этом году День поля посетили тысячи жителей и гостей Мордовии. От сельского хозяйства здесь есть все. От традиционных видов промысла до передовых технологий. Выставка набрала обороты еще на старте. Утром не успели организаторы распределить места, а предприниматели разбить свои палатки. Сотни людей уже с интересом изучали содержимое прилавков и информацию в буклетах. Это традиционная стала выставка для республики Мордовия. Это маленький праздник аграрии. После проведения весенних полевых работ, перед началом кормоуборочных работ, сенокосных работ, собирается все аграрии на этой площадке. Во-первых, очень удобная площадка. Во-вторых, отличие этой выставки в том, что мы очень много привезли сегодня рядовых тружеников, доярок, механизаторов, животноводов, специалистов сельхозпредприятий, которые сегодня посмотрят все то новое, что есть в технике, в производстве техники, в технологиях, в ядохимикатах, в пестицидах. Все, кому с этим работать. И я думаю, что это будет маленький праздник, который очень сильно запомнится простому человеку, посетившему это мероприятие. В первую очередь День поля объединяет всех заинтересованных лиц, будь то простые дачники или сотрудники крупных аграрных предприятий. Много полезного здесь находят и те, кто сталкивается с сельским хозяйством только при выборе продуктов в магазине. Люди делятся друг с другом приятными впечатлениями, а некоторые и замечаниями. Хорошие, очень все интересно, весело. Музыка. Все, вживую исполняют, танцуют, красиво выступают. Очень хорошее привлечение, очень довольны, большое спасибо. Вот свое их привели бараны. Своя порода уже сами их, они уже перекрещенные, от сыра другие, например, матки другие. Так, с целым очень довольны все. Спасибо Минсельходу, спасибо правительству. Очень довольны. Все тут есть, все на что посмотреть, какой только там техники нет, и живность здесь всякая. А вот единственное, что мне понравилось, вроде все есть, а вот как христианин или частник куда-то обратиться, не всегда вот это все может приобрести и найти. На чем есть работать, естественно. Впечатления очень даже приятные. Мне очень здесь нравится. Я здесь уже четвертый год подряд на этой выставке приезжаю со своим кольным заводом. Ну, ничего здесь плохого нет, все отличное. Все агрофирмы, все лучше представлять свое. Поросячьи бега и коровы с цветочными венцами. Каждое аграрное предприятие к традиционной ярмарке придумывает что-то свое, чтобы удивить посетителей. Первыми перед временно исполняющим обязанности главы республики представили товаропроизводители. Животноводы хвастают пополнениями в стадах, на прилавках десятки разновидностей мяса, колбас, сыров, молочных продуктов, хлебобулочных и других изделий. Здесь же выставили комбикормы. Последние разработки позволяют обеспечить полноценный рацион для животных по цене ниже среднерыночной. При этом питание будет не менее полезным, чем традиционные корма. Однако, несмотря на все плюсы, новую разработку приняли не все предприятия. Здесь-то вообще, будем говорить, дешево. Это 6-тысячный рацион, в принципе. Это на 6 тысяч. 6 тысяч, да. 6-тысячный рацион, дешевый набор комбикормов. Мы и то не применяем. Что тогда, значит, вообще 40% хозяйств еще не применяют. А потом говорим молоко. Откуда будет молоко? Молока не будет. Решение напрашивается само собой. Предприятия, которые не хотят идти навстречу передовым разработкам и за их счет рационализировать расходы, вполне могут лишиться государственной поддержки. Тем более, что новые возможности открывают перспективы выхода на международный рынок. Подчеркивает временно исполняющие обязанности главы республики уже на следующей точке маршрута – в презентации новых видов ветеринарного контроля. Существует очередь, там мы работаем в будущем помещении. Сегодня Мордовия закупает несколько мобильных лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. Они смогут колесить по муниципалитетам и на месте проверять продукцию. Ветеринарный десант будет пристально следить за качеством республиканских продуктов, чтобы весь мир знал – штампу, сделанную в Мордовии, можно доверять. Мы сразу будем поставлять в Китай. Нам, слушай, мы должны быть готовы, чтобы все у нас было готово, и лаборатория, и все, чтобы первыми завоевать этот рынок. Главная международная финансовая арена неуклонно смещается на восток. Последние несколько десятилетий Китай все громче заявляет о себе ростом производства и улучшением экономической обстановки. На этом фоне крепнут и партнерские отношения между Россией и Поднебесной. О необходимости расширения сотрудничества, например, не раз говорил советник российского президента, экономист и академик РАН Сергей Глазьев. И после его недавнего визита в Мордовию стало понятно – у республиканских производителей есть все шансы получить грантовую поддержку, если они смогут наладить связи с восточными партнерами. Выделили предприятиям, которые торгуют на юане, рубли юане, чтобы уйти от доллара. У нас сейчас на юане торгует оптоволоконный завод. Вот. Мы там уже вторую часть, может быть, пустим через эту проблему. Вот давай по сельхозпредприятиям, учитывая то, что сейчас активно откроется рынок китайский по нашей сельхозпродукции, для того, чтобы подтянуть сельхозпредприятия, большие проекты сделать. Ну вот, допустим, как тот же Дубенский проект, 6 с лишним тысяч голов коров, можно пустить по китайскому проекту. Мы проработаем. Да, добро, давайте. Поможет в вопросах экспорта и модернизации предприятий. И День поля – отличная площадка для крупных сделок. Современные комбайны, универсальные агрегаты – все это можно посмотреть и даже опробовать в деле прямо на выставке. Мы два раза выставки проводим в год. Это мартовская выставка и сегодняшняя выставка, июньская. Опыт показывает, что 30% всей представленной техники на этой площадке покупается сельхозтоваропроизводителями. И сегодня есть прицепные агрегаты, я вот прошу посмотрел, прицепные агрегаты, которые уже куплены, законтрактованы, и отсюда с этой выставки уйдут сельхозпредприятия. Это не только производительность повысит, но это и новые технологии. Это то, что сегодня даже некоторых агрегатов, даже сегодня у нас в Мордовии нет. Они привезены и за границей, и с дальнего зарубежья, и сегодня будут представлены как экспериментальные, опытные образцы. Поэтому здесь-то представлено все передовое, все, что должно работать на завтра на наших полях и фермах. Инновационные подходы на ярмарке демонстрирует и республиканский Минсельхоз. Ведомство осваивает новую технологию спутникового слежения за сельскохозяйственными угодьями. Подобные разработки первыми начали внедрять в Краснодарском крае. Космические снимки там помогли значительно увеличить производительность. Мордовские специалисты в этом вопросе шагнули намного дальше. Они отслеживают не только количество, но и качество республиканских земель. Ресурс работает во всемирной сети, и у каждого муниципалитета Мордовии есть свой аккаунт, с которого они могут отслеживать ситуацию в районе, и затем подавать отчеты по структуре пассивных площадей. Утаить или исказить информацию не получится. Все это специалисты министерствам смогут проверить сами с помощью того же космического наблюдения. Оперативное обследование земель не единственный плюс новой системы. Из космоса видны и крупные ЧАЭС, например, полевые пожары или разливы рек. При постоянном мониторинге риски можно будет минимизировать. Мы за короткий срок можем получить снимок, обработать его и посмотреть республику в целом сверху. И, соответственно, из этого делать выводы. Какая у нас ситуация по структуре пассивных площадей, по состоянию посевов. То есть мы можем делать графики разновременные, как нашла вегетация по каждому полю. И из этого делать анализ, например, о состоянии выхода зимых. Сколько у нас погибло, сколько у нас в хорошем состоянии осталось. Да. Дополнительно, применяя различные коэффициенты увлажнения и солнечной радиации, можно делать впоследствии выводы о том, какая будет урожайность по культурам. Да. И также, накладывая снимки друг на друга, разновременные, можно определять тип культуры какой. Потому что из-за того, что вегетационный период различные фенологические фазы идут, у нас культура начинает светиться по разным на снимках. Когда даже космической съемки недостаточно, на выручку приходят квадрокоптеры. Идея использовать их в работе у сотрудников Мордовской агрохимслужбы появилась сравнительно недавно. Как и все гениальное, мысль была простой. Раньше специалисты учреждения обходили сельхозугодие пешком, чтобы провести анализ земли. Назвать такие данные оперативными в 21 веке сложно. На их сбор и обработку уходили дни и даже недели. За это время ситуация могла в корне поменяться, а информация устареть. Однако с высоты птичьего полета агрохимикам видно гораздо больше. Достаточно было обзавестись квадрокоптером, оборудованным камерой с высокой четкостью снимков. И все эрозии, смывы оказались как на ладони. Такого разрешения отмечают специалисты службы у гражданских спутников пока нет. Поэтому картинка получается более подробной, пусть в то же время и более частной. 300 метров высоты берется, снимается панорама. То есть 21 снимок изначально сшивается в один продукт. То есть с 300 метров мы охватываем диаметр примерно 3,5 километра. Это 700 гектар сельхозугодий. Что мы видим там? То есть многие ссылались к сельхознавропроизводителям, что якобы не актуально будет, или еще что-то. На самом деле этот порог мы переступили, то есть начали продолжать работать. На самом деле что происходит? Мы не пытаемся за кем-то следить. Мы пытаемся дать конкретную картину, визуализации того, что есть на самом деле у сельхознавропроизводителя. Понятно, что это быстрое вмешательство в этот процесс даст урожай, даст, имеется в виду, где-то обработка почвы нужно дополнительно, где-то подсев. Поэтому задача была полностью выполнена. Нас обратили внимание. В этом году министерство сельскохозяйства сделало уже как бы хорошую заявку. Работаем плотно с их информационным отделом. Стоило агрохимической разведке шагнуть навстречу современным технологиям, и предприниматели пошли за ними вслед. На выставке стенд службы вызвал неподдельный интерес сельскохозяйственного сообщества и руководства республики. Благодаря плодотворному сотрудничеству с мордовским минсельхозом, агрохимики надеются обследовать всю Мордовию уже в ближайшем будущем. Еще один инновационный продукт службы – биологическая добавка, которую также презентовали главе республики. Закваска нужна для селсования консервируемых кормов, которые животным заготавливаются впрок на зиму. То есть именно эта закваска позволяет сохранить их питательные свойства, питательные ценности, чтобы там не было патогенных микроорганизмов, накопления масляной кислоты. То есть именно вот этот биоконсервант, он способствует сохранению корма впрок для животных. Добавка – один из первых продуктов, открытой в этом году микробиологической лаборатории. Выгодное отличие консерванта для сена в том, что он содержит только природные компоненты. Пять штаммов кисломолочных бактерий приобретены во всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Этот штамм мы размножаем в маточной поголовье, затем мы готовим рабочую закваску, и эти штаммы мы размножаем на питательной среде собственного производства. Производитель подчеркивает – только естественные продукты и никакой химии, а следовательно никаких опасений относительно консервированного сена, которым будут питаться буренки. Останавливаться на достигнутом микробиологи не собираются. Сейчас создаются микробиологические препараты для быстрого разложения органики животноводства. То есть так она затрачивается более двух лет на ее разложение. А именно вот этот микробиологический препарат, который у нас в технологии разработки находится, данный вид органики животноводства может разложить за примерно 2-4 месяца. Современная техника и новейшие научные разработки – безусловное подспорье в развитии республиканского сельского хозяйства. Однако все завязано на людях, подчеркнул во время визита на ярмарку Владимир Волков. В последние годы ряды аграриев заметно омолодились, и этот процесс, как и все в сельском хозяйстве, уже дает свои плоды. Временно исполняющий обязанности главы республики познакомился и с будущим поколением землепашцев и животноводов. Как учеба идет? Потихоньку? Потихоньку ты как? Ну, мы участвуем. Молодцы! Всего успехов вам! В рамках Дня поля своими достижениями хвастали не только отдельные предприятия республики. Каждый муниципалитет обустроил собственные площадки, на которых собрались лучшие его представители. Для гостей здесь организуют радушный прием, угощают от всей души и дарят на память сувениры и подарки. От деревянных игрушек до шахматных наборов. Владимир Дмитриевич, вы наш дорогой гость. Примите в подарок вот эту подкову ручной работы, старинную. Пусть она вам счастья по жизни принесет. Пусть в делах у вас будет. Удача! Пусть у вас сделки будут удачные. А самое главное, пусть эта подкова принесет вам здоровье. А сейчас по купеческому обычаю полагается рукобитие. По рукам быть добру! Спасибо, это на счастье всей Мордовии. Да! А еще День поля – это десятки больших и маленьких концертов, песни и частушки под аккомпанемент баяна и множество интерактивных мероприятий. Каждый район спешит дать гостям задания поинтереснее. Где-то надо поработать кузнецом, а иногда и землепашцем. Праздничная атмосфера неотъемлемая. Это самая часть сельскохозяйственной ярмарки. Республиканские аграрии заслужили это своим трудом. И короткое затишье между посевной и уборкой – хороший повод передохнуть. Год от года республиканское сельское хозяйство набирает обороты. Особенно хорошо это заметно в долгосрочном периоде. Если в 2001 году мордовские аграрии вскармливали и выращивали продукцию на 10 миллиардов рублей, то на рубеже 2017 года этот показатель вплотную подошел к отметке в 60 миллиардов. Сегодня в Мордовии работают десятки перерабатывающих комплексов. Свыше 200 сельхозпредприятий, тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, сотни тысяч жителей республики имеют личные подсобные хозяйства. Новые рабочие места, стабильная зарплата, продовольственная независимость и лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по многим направлениям. Результат усердного и почетного труда мордовских аграриев. А еще непрерывного процесса модернизации сельскохозяйственного комплекса. Сельскохозяйство, если возьмем, там 10 лет назад и сегодня, это совершенно две разные вещи. Это сейчас представлено современнейшее сельскохозяйство республики на уровне мировых стандартов. Хоть возьмем зерноводство, животноводство, технологии сельскохозяйственные. Здесь 180 образцов техники, и эта техника передаваем в мире. И главное, что эта техника, она работает на наших предприятиях. Вот это главное. И это позволяет нам получать высокие урожаи. И, наверное, еще, может быть, даже главнее всего, это то, что на этой технике должны работать грамотные молодые люди. И вот мы сегодня прошли по правой выставке. Самое, наверное, большое наше достижение за эти годы, что разными видами сельскохозяйственного производства занимается молодежь. Возьмите технику, возьмите новые технологии, возьмите фермерские хозяйства. Посмотрите, фермерские хозяйства возглавляют совершенно молодые люди. И при том есть семьи. Значит, молодые люди в семьях работают в сельском хозяйстве. Вот если есть такая молодежь грамотная и идет в сельское хозяйство, то, конечно, будет у нас успех. А мы все сделаем для того, чтобы эти технологии, для того, чтобы техника, самопередовая в мире, она пришла в сельскохозяйственное наше предприятие. А на этом все. На следующей неделе мы вернемся на ваши экраны, чтобы снова рассказать о самых важных для Республики событиях. С вами была команда Народного телевидения Мордовии. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова